Добрый день! С вами я, Александр Демидович. Хочу с вами поделиться вот такой информацией. Я с 7 октября 2017 года побывал в Ересках на событии, то есть было собрание громады. И два с лишним часа видео я не думаю, что все будут смотреть. У меня есть возможность вам показать короткий спич около двух минут. Женщина-инвалид, педагог. Она коротко, ну она сказала спич такой, в котором будет очень много понятно. Для того, чтобы не смотреть два часа, потому что были разномнения, разногласия. Хотя в принципе было одно, люди пытались донести. Ну вот сейчас вы посмотрите, а потом я вам... Добрый день! Знаете, Петалька, зверьте вы знаете, что оно шкідливо? И чем оно вообще? Жить не выяснили. Колись я лежала, я сама педагог, зараз я им говорю, извините, что я не могу встать. Я лежала своего часу в Шишацькой лекарстве и говорила с лекарями. Когда подводили подсунки по Шишацькому району, то сказали, что Ярецкий займае первое место. Ото вам и гимсклад, ото вам и бетонный завод, ото вам вот так горела постойно мазута, постойно горела смола. Смола, и дыхали меня, и вот это дыхали, что ходим инвалиды, что дети хворят, а вы посмотрите, сколько детей хворят на лонко. Мы интересны этим, у вас душа болит, у вас сын есть, у вас унуки нема, а у нас есть унуки. И я не хочу, чтобы мой унук дыхал оцем усею. Не потребна воно Яреста, не потребна воно Шишака, или кто потребна воно взагалі. Хвати, вони досить уже, їх треба зупинить оцих грошозбирачів мішками, вони жив бесяться, вони програють вечорами долари, вони купують по 5-6 машин, будують будинки все. А мы повинні, люди, які получают 1400 пенсії, повинні віддуватися и дыхати оцем всім, и у вас хватает совместі выйти и зараз, и про це говорити. Иван Иванович, вы не прави. Ну вот, в чём в Ярестах ситуация сама. Некая бизнес-сила приняла решение построить нефтеперерабатывающий небольшой заводик. Это место, где они решили это делать, настолько близко к самому селу, что просто жители сразу же стали против такого строительства. Настолько красивые места, я вам скажу честно, что вот в 100 метрах от самого села уже не видно, что село рядом. Всё настолько зелено, красиво, здорово. И жилые дома, усадьбы настолько неожиданно возникают, когда перемещаешься по селу. Экология, воздух, всё чисто, всё хорошо, и настолько приятно. И в принципе местных жителей я отлично понимаю, почему они не хотят вот этого всего. Тем более, что там есть какой-то химсклад на видео, вы увидите, что там лежит. Там охрана, там охранник, он нас не допустил. Да мы особо туда и не рвались, мы не вправе туда, на частную территорию, как бы прорываться. Но самое большее, знаете, что меня возмутило и обеспокоило, хотя я не первый раз это вижу. Депутаты местного значения, я видел там несколько человек, был даже депутат районной рады, без вопросов. Я с уважением отношусь, он выступал, ну правда немножко с политической своей подоплёкой. Ну давайте так, он депутат, хотя этот депутат районной рады, который там был, он не по своему округу даже приехал. Он просто приехал, отозвался, чем-то готов помочь. И как избиратели сказали, несмотря на то, что это не наш депутат, не наш по округу, он довольно часто нам где-то на сессиях там чем-то помогает. То есть люди к нему обращаются, имеют с ним контакт. Это очень хорошо, но ни областного, ни какого-то районного по месту, ни депутата в Верховной Раде я там не обнаружил. Хотя большинство из них были приглашены. Ну я не говорю о депутате в Верховной Раде, это Кулинич, по-моему, там депутат в Верховной Раде. Когда я людей спросил, чем он вам помогает, они говорят, да мы его в глаза не видим. Кто он и что он, и что он. То есть ситуация довольно отвратительная. Депутаты депутатскую работу не ведут. Мало того, я не увидел голову сель Рады. Сельского совета это вообще, я вам скажу, для меня уникальная ситуация. Хотя я не первый раз опять же это вижу. Голова сельского совета просто абстрадировалась. Просто ее не было. Она сделала вид, что она не знала или не слышала. Хотя ее приглашали. Зачем такой голова сельского совета, я вообще не понимаю. То есть вот такая вот ситуация в ЕРС-ках. Вы можете погуглить, поискать там намного больше информации. Ну, имеем то, что имеем. Кого будет желание, на моем YouTube-канале вы найдете два с лишним часа, произошедшего 7 октября 2017 года. Всем удачи!